Его величают в различных энциклопедиях Филиппа Театраста фон Гогенгейма. Приставка фон, как вы сами понимаете, указывает, особенно если мы берем контекст возрожденческой европейской культуры, на его аристократическое происхождение. И это немаловажно для того, чтобы понять этого человека. Филипп Театраст прожил удивительную, короткую, блистательную жизнь. Его жизнь заслуживает того, чтобы он вообще, или посвятил немножко даже не один вечер, и заслуживает потому, что он поломал все стандарты кабинетных ученых. Вы можете не писать за мной, вы прочитайте, просто послушайте. Он поломал стандарты отношения к занятиям науки, сложившимся уже в то время, внутри алхимических лабораторий, над колбами, герметично, закрыто. Он был бродятым, странник. И при его образе жизни он, тем не менее, имел массу учеников. Написал огромное количество трудов. Если вам сказать, сколько переведено на русский язык, не поверите. Четыре работа. Четыре. А сколько написано, я к этому еще и вернусь. «Магический архидокс» — самая большая работа, которая вышла в издательстве Альфея. Это единственный такой компендиум его знаний. В энциклопедии, в Большой советской энциклопедии, есть две статьи — алхимия, где упоминаются параценсы, и статья о параценсе. В философских энциклопедиях статьи по алхимии, при тече современной науки нет вообще. И сам порядок идентификации профессиональных интересов этого человека строится так. Врач. Ученый натуральный мастер. Философ. Ну а дальше его имя названо параценсом. Я переставляю эту последовательность и считаю, что сначала он был химикой, потом он был врачом, философом, еще и мультуралистом. Потому что алхимия — это символ второго рождения Филиппа Теофраста. Жизнь параценса принадлежит времени, вечности. А его судьба в отличие от жизни? Времени, конечно. И поэтому само время и расправилось, и оправдало его. Современники ужасались, восхищались, лечились, а после того, как лечились, изгоняли его из городов. Были инспирированы разные нападки со стороны товарищей по цеху, аптекарей, врачей, тогдашних химик. Но все это не помешало ему статьям, кем он стал. Пара Цельс. Цельс — это знаменитый латинский врач. Пара Цельс — тот, который выше Цельса. И именно под этим именем вошел Филипп Теофраст и в историю науки, и в историю алхимии, и в историю медицины, и в историю человеческой культуры. Самая большая загадка Пара Цельсу — это внутренний континент. Внутренний континент его души. Это Аллантида, которая навсегда погрузилась в пучины забвения. И, может быть, мы должны принести сегодня с вами глубокую благодарность двум людям. В Лаванской и ее ученику Францу Гартману за то, что они вдвойно выдернули из забвения это имя. В истории науки больше говорят о ятрохимии, химиотерапии, которую развивал Пара Цельс, в отличие от того, что существовало до химиотерапии. Лечение больных совершенно другими средствами — забавами, молитвами. И в этом смысле, конечно, Пара Цельс очень много сделал для медицины, но Пара Цельс много сделал для химиотерапии. Именно ему принадлежит идея, может быть, не столько ему, сколько его предшественникам, но он внедрил ее в европейскую культуру. Та идея, что взаимное превращение веществ переводит со старого количества на новые качества. А круг взаимных превращений объединяет круг природных процессов. Вот эта идея взаимного превращения, трансформации, или как в области эзотерического знания говорят, трансмутации. Этот термин используется у Балавадской, у Елены Ивановны Верих. Идея трансмутации в круге природных процессов. Это тоже исключительно плодотворная идея для становящейся науки возрожденческого тела. И вот, наконец, в 20 веке, 500 лет всего лишь прошло. Полтысячелетий. Как ушел процесс его, годы жизни его, 1493-1541. Годы его жизни ведь коротки, как вы видите, с самих этих цифр. Прошло полтысячелетия. И вот в 20 веке мы снова всматриваемся в туманные забытые фигуры. Эпохи Возрождения. Эпохи античности. Не с тем, чтобы начутнически составить себе представление, как они вписываются в историю мировой культуры. Цель у нас другая. Мы всматриваемся в них для того, чтобы вернуться к собственной душе. Душе, которая неудержимо деформируется. Не только в условиях сцентистской парадигмы культуры, постнеклассической науки, экологического кризиса. Но я бы сказала, в условиях очень сложного положения, в которое попала Россия в конце 20 века. И вот уже 21-й, а имя Парацельса очень часто воспринимается в связи с абхимией, в связи с возрожденческими магами, как имя хорошего врача, допустим. Но в целом, шарлатан, имея примевшего мифологический стиль мира понимания, а вы понимаете, что все культуры отличаются между собой не чем-нибудь, а меры понимать вещи. Складывать кирпичики, из которых состоит мироздание. Парацельс их сложил совершенно особым образом. Те, кто писал о Парацельсе или раздумывал о его жизни и судьбе, всегда ощущали, ну, какое-то влияние таких грозных, неосознанных факторов. И это заставляло строить предположения о логике Парацельса, о его взглядах при помощи не всегда осознаваемых факторов. А ведь в действительности по континенту души Парацельса есть один единственный правильный путеводитель — вера и любовь, как и сказано в христианской культуре. И если мы будем относиться к этим деятелям, таким как Платон, Пифагор, Аристоте, только с точки зрения перечисления того, чего они там внесли в науку или философию, это ничего нам не добавит. Нас ничему нельзя научить ни алхимии, ни науки, мы можем научиться только сами. Это относится, кстати говоря, и к педагогическому процессу. Как я понимаю, сегодняшняя парадигма педагогики очень близка к процессу. Ничему нельзя научить, можно только научить себя и вместе. И каждый педагог учится со своими школьниками каждый раз заново, на каждом уроке, потому что ходы нашей мысли, искусство мысли, делает нас философами, а дети растут вместе с нами, а мы растем вместе с ним. Труды Парацельса, по сути дела, это голограмма его разума. И поскольку они малоизвестны, они не стали как бы ни реальней мировой мистической культуры, ни реальностью истории мистической, а мистической как части научной мысли в России. Ну и поэтому всякие рассуждения о нем, безусловно, это попытка осознать, чем мы занимаемся. Ибо педагогический процесс сегодня направлен на формирование научного мировоззрения и обязательно нравственных качеств. Наука и нравственность, как конференция нам доказывает, это одно целое, их не разделить. Наука, которая безнравственна, и нравственность, которая не имеет научных оснований, нонсенс. Как говорила Лавацкая, в одном из писем время немытых и невежественных пророков прошло. И поэтому, если мы не просмотрим мировое наследие под углом, рискок современных научных представлений, мы не сможем двинуться дальше. Природа коснулась Парацельса своим крылом. Он был удивительно способным человеком. Ну, а как вы знаете, способности не воспитываются. Это некая троидарность. Но вот мог же семилетний Куркинтон и писать, «Увы, я вижу, вянуть младость». Ну, откуда семилетний младший мог знать, как вянуть младость? Но ведь написал? Поэтому мы говорим о способностях, которыми обладал изначальный процесс, не как о воспитанных, а как данности. Это данность его человеческого комплекса. Что же касается труда, уместно вспомнить Савелатуре Дарьевне. У него есть прекрасная фраза. «Ленивых шедевров не бывает». «Ленивых шедевров не бывает». Тот, кто не работает за дня в день, не получит не только шедевра, но и маломальски понятного результата. И Парацельс в этом отношении – великий труженик. Его отец учил с двухлетнего возраста, а может быть, из колыбельного, и всю свою жизнь – труд и дорога. Дорога и труд. В общем, как у Леонардо, как у Пагани, у которых тоже в жизни было всего лишь два века, труд и дорога. Семейная жизнь не сложилась, да и как мог странник, процесс сложить свою семью, если он преследовал совершенно другие цели. 21 сентября 1493 года в семье старинного рода рыцаря Святого Иоанна Георга Бомбаста-Генгеймского родился единственный сын. Фелик Теофрас единственное дитя в семье. Кроме этого, известно, вообще известно, не так уж много должна я сказать, вот только то, что Франц Гатман и Блавацкая нам об этом поведали. Кроме этого, известно, что отец его врач, вся семья, как бы, представляла медицинский цех, а мать тоже была не чужда медицинской практике, она была медсестрой в областве. до 16 лет Филипп Теофрас получил прекрасное образование. Отец уже ему дал не только медицинские, но и философские сведения, философию любой науки, понимание ее сущности, целей, направленности ее структуры. Это очень важно не только для того, чтобы преподавать основы науки, основы знаний, но и для того, чтобы осознавать себя в кругу этих знаний не как репродуктор, а в качестве творца. Это не то, что мне дали, а я передал, а то, что я творю каждый день и каждый день за мной. Вот в таком аспекте знания, полученные Парацельсово от отца, не умерли, а были им развиты. И это не каменная кладка, в которой невозможно просверлить дырочку, а это что-то другое. Вот интересно сравнить. В 16 лет Парацельс знал основы хирургии, основы терапии, и очень хорошо в 16 ориентировался в основах хирургии. А вот интересно, сегодня все ли студенты поступают в медицинский или в медицинский институт со знанием терапии, хирургии, так что в этом смысле домашнее влияние, семейное воспитание, как мы говорим, сыграло благодатную роль. В 16 лет Парацельс навсегда покидает дом. И уезжает учиться в Базель. Затем к Иоганну Тритемию. Это знаменитый волшебник, а заодно, по тем времену, конечно, это легендарные сведения. А вместе с тем Иоганн Тритемии это настоятель католического монастыря в Бунгсбурге. Медицина и философия медицины, а в качестве философии медицины в то время выступал ни что-нибудь, а в химии. Биохимия, биоэтика, сегодняшний комплекс знаний, это то, что вырастало вот из этих конвенций. Это тоже важно понимать. Попытки синтеза медицины и химии, этики и медицины, этики и химии, этики и математики, они непрерывно продолжались во времени. Это одна из закономерностей науки взаимопроизводения нравственности и основ специфического знания, научного знания. Но ахимия определила наутия всю жизнь Парацельса. Ахимические представления о единстве космоса, то, что мы называем сегодня космоса, о единстве кругопревращения, о единстве развития человеческой души и в жизни, и за ее пределами, за порогом фазового перехода. Это алхимические процессы, фактически медицинская и химическая алхимия, это не что иное, как алхимия души. Вот ей Парацельса занимался, и его сложные для понимания тексты, которые требуют безусловно комментариев определенных, они этому посвящены, а не просто тому, как сделать из железа камень. Ну, а к этому можно присылок купить булгаков на данный выхода по-настоящему. Вот кровь есть кровь, в мастере Маргарите написано. Ведь все-таки Филипп Теопраст потом очень знатного рода. И было бы странно, если бы он не собрал золотую пыльцу королевской науки алхимии и химических представлений с того, что победил ему отец. Вечные науки герметизм, гнозис, алхимия это действительный круг его интереса. Карл Густав Юнг вот эти все науки а Юнг это представитель неопрекиотизма тот, который собственно разработан концепцию комплекса самого Зимна Кройда не было такой категории даже это возникло попозднее немножко. И вот Карл Густав Юнг в своей работе по возрожденческой алхимии и по археологической алхимии сделал предположение как философ психоаналитик что перенос информации алхимической информации во времени это перенос нематериальной ну а эзотерически только материальной информации архетипами или коллективным бессознательным если бог есть призвание это слова воеводия сковороды то призванием Парацельса была безусловно алхимия интерес к ней определил не только всю жизнь алхимия вообще стала жизнью Парацельса а он стал частью алхимии и поэтому когда мы говорим о философе медики Парацельса невозможно вынуть эту методологическую мировоззренческую платформу ни из одного его трактата это действительная основа его мировоззрения известно что когда Парацельсу было 28 лет а это 1521 год да 1521 год он получил так называемый философский камень он звучит ляпис философорум он получил его от Соломона Тресмазина Фальфера как известна его фамилия но он больше действительно в историю вошел в историю мировой мистической мысли как Соломон Тресмазина и жил он в Константинополе кстати говоря Франц Гартман воспроизвел легенду что в последний раз вот этого самого Тресмазина который дал философский камень а философский камень это аналых жизневечный абсолютного знания и этого папера видели в последний раз живым в конце 17 века и он был вполне в деятельном состоянии 1521 год и конец 17 века ну вот опять же я сказала бы легендарные свидетельства да я еще одно забрала сказать по поводу даты дня рождения 21 сентября ну тот кто понимает так пострологии интересовался это ведь переходная дата между девой и весами есть и другие представления о том когда родился Балагарская например она исследует этот пласт знания ведь эзотеризм история мистической культуры в том числе элхимия это не просто культурное явление не просто некоторые меры созерта это тип знания он имеет право на такое же существование как наука как религия как искусство это тип знания если подходить к нему как типу знания то естественно у него есть свои особенности но и аналогии с другими формами человеческого знания так вот Балагарская приводит другую цифру она считает что он родился в 17 декабря ну то есть в стрельце другими словами и аргументация Балагарская совершенно четкая астрологическая огненность подвижность неуловимость стрельца демонстрировал с ее точки зрения Филипп Теофраст поэтому она считает что он не дева а типичный стрелец я думаю что как зафиксировано на его надгруппе в истории мысли 21 сентября это реальная дата она более реальная чем 14 декабря ну я уже сказала что сначала в начале своей профессиональной деятельности врача процесс сначала стал химиком и только потом знаменитым целителем и уже когда умер прославился как основатель целой школы в будущей науке тот который превратил того типа знаний которое превратилось собственно в химию в химическую форму научного знания странничество странничество кто принадлежит поклонникам или воцерковлю в христианской культуре такие люди рассматривают странничество внутренним смыслом пути и хотя процесс явно не был христианином хотя я верил в Бога его жизненный вектор безусловно странничество если вспомнить утверждение Тертуляна что душа человеческая по своей природе христианинка оппозиция этому тезису на функцию Васильевича Розанова он утверждал душа человеческая по природе своей язычницы то вот Филе Теопраст сумел непротиворечимым образом соединить высказывания Тертуляна и Розанова нам трудно разделить в его душе языческие мотивы когда он чувствовал себя язычником а когда он чувствовал себя христианином он сам считал что эти два внутренних пути континента души они неотделимы друг от друга ну вот он писал например если стоишь на месте то разлагаешься ну наверное он считал что Бог это ветер который дует только в лицо если сильный ветер нам в лицо что мы делаем либо продолжаем идти думая про себя как бы забежать за углом чтобы не дур и поворачиваемся боком задом так вот в отличие от фигурального ветра методический ветер он всегда дует только в лицо и препятствие которое неожиданный крах страшный пчалей горечи преследующий нас это вот тот самый ветер от которого никуда не спрячешься можно повернуться спиной тогда этот ветер догонит и я так полагаю еще и ускорит развитие этих несчастья поэтому Парацельс всегда хотел мечтал призывал идти только навстречу летному тот кто не сжигает себя не будет озарен Богом на себя можно положиться в сице его писал Парацельс ну иными словами кто не делается лучше тот делается хуже если говорить о мировоззрическом основании это его фразы тот кто не сжигает себя не будет озарен Богом то вообще-то это чисто теософское высказывание человек который не познал что можно вести себя с абсолютной искренностью а искренность это когда ничего не осталось про себя про запас человек который поставил все на карту только в этом случае мы имеем все основания быть увиденными теми силами которые превышают простой человеческий разум знания для которых мы предназначены писал Парацельс не ограничены пределами нашей собственной страны и не станет бегать за нами но оно ждет оно ждет пока мы не отправимся на его поиски никто не сможет овладеть практическим опытом не выходя из дома равно как и не найдет учителя тайн природы в углу своей комнаты ждите знаний там где вы отправились на поиски почему же надо презирать тех кто ищет почему надо их гнать конечно те что остаются дома возможно живут спокойнее богаче чем те которые странствуют но я не желаю ни спокойствия ни богатства счастье лучше богатства а счастлив же тот который путешествует не имея ничего что требовало бы заботы желающий изучать книгу природы должен ступать по ее страницам не по страницам книг а по страницам природы здесь вот все цитаты которые у меня в статье это по высказанию процесса по французу гартману с указанием страницы с 22 до 32 лет это и учеба и странствия и работа одновременно рождался целитель парацельс и человека которого в 26 лет впервые назвали парацельсом выше врачом выше цельса чего-то значило а значило это то что он смог реализовать свои алхимические знания искренность своей души очень любил лечить бедных когда он умер парацельс кроме одной книги и старой неидентифицированной правды то ли граждан то ли иконы у него не было ничего решительно ничего то есть этот человек в начале пути постановил себе собственность обременяет раз уж путешествуешь что путешествую мальчики и он этот принцип соблюдал до конца жизни ничего после него не осталось чтобы стать первое рождение филиппо филиппо теопраста это второе рождение его души когда набранный базис знаний позволил ему активно лечить людей но тем самым улучшать их жизнь советовать если он удивительно то что кроме неприятностей от этого он себе ничего не не вожжал но он продолжал лечить и помогать на это способны мне кажется только очень сильные люди он черпал свои знания от палачей цирюльников акушеров цыган бродяк и только одной категории в этом источнике кладези знаний не было это вита того времени лакийской как всегда те которые свое материальное состояние и свой материалистически ориентированный ум ставят выше других вот от них почерпнуть он ничего не мог известно что процесс однажды встретился с разумом Роттердамским специально посетил его в минуту сложную для себя для того чтобы спросить его как быть дальше потому что люди очередного маленького городка Германии и половину которого он вылечил и в том числе от тяжелых болезней ополчились на него эта история повторяется безусловно это чисто христианская история когда меч бесят перед свиньями а потом эти свиньи оборачиваются и готовы растерзать своему спасению она непрерывно воспроизводится в истории это некий архетип жертвенного пути жертвенного странчества а потом в эту минуту пришел к разуму спросить все-таки он никак не мог смириться с такой несправедливостью на что и разум пол прикрыл глаза спокойно сказал чего ты не учишься все что было то и будет но прям по экклезиасту ничего нет нового и успокойся пожалуйста и самая большая мудрость к пожилым таким зрелым самим годам иметь горящие комедии теплую подушку любое любимое кресло и сидеть там с любыми книгами процент был потрясен а после этого написал его записочки там остались он писал это не то что там скажем диагена или сократ и он написал это старческая мудрость куда от нее деться если энергия молодости уходит из человеческой души он уже ни на что не годен и только тот бесконечно может продолжить свое существование в ком энергии молодости живет воем продолжает метаться только этой энергии не только энергии уман но энергии живого человеческого чувства он видимо был очень страстным я думаю человеком и его страсть вылилась в то что вся его жизнь такая она исключительно монолитная в ней ничего нельзя разорвать это человек айсберг то о чем я говорю все лишь маленькая горочка там над водой все остальное под ней но его целостность для меня например целостность этой личности она несомненно я скитался в поисках моего искусства нередко подвергая опасности свою жизнь я не стыдился у бродях и палачей учиться искусству того что считал полезным известно что влюбленный может пройти долгий путь чтобы встретить обожаемую им женщину и насколько же сильнее та тяга любящего мудрость что заставляет его скитаться в поисках своей божественной возлюбленной но он искал путь как говорится путь его нашел путь его нашел есть такая красивая речь восточного происхождения о глотке воды я вам на платоне рассказывала не помните ну даже если рассказывал может быть я ее еще разочек наоборот она целиком относится к процессу один претендент ученики узнал что существует великий учитель мудрости живущий около берега реки и пришел к нему проситься научи меня в мудрости то долго упирался а потом сказал ладно я научу тебя только давай проведем маленький эксперимент пойдем не зашить в воду и старый учитель наклонил шею ученика так что тот захлебнулся известная и довольно долго там его под водой где же притопили безусловно и когда увидел что пускай пузыри вот сейчас уже вообще все и уже даже трепухаться перестал он его выпустил когда они вышли на берег учитель сказал скажи ко мне вот когда ты был под водой о чем ты думал и ученик честно ответил я думал только об одном как бы хорошо глотнуть кусочек воздуха на что был такой ответ так вот когда ты поймешь что желаемые тобой знания мудрости подобные этому глотку воды иначе ты жить не сможешь ты захлюбнешься пропадешь вот тогда приходи ко мне он не пришел больше конечно этот ученик потому что понял что жажда его знаний не столь велика и вот такие ученики они встречались в огромных количествах самому парацельсию ну а поскольку вы педагоги у вас есть такие хорошо что есть у меня студенты такие есть но это хорошо если в несколько лет один такой появится который вернется к этой мысли а в общем другое конечно положение 32 года процесс возвращается в Германию и в 34 в Базеле становится профессором физики медицины и хирургии было это в его жизни действительно в Базеле его признали обласкали и он хоть немножечко но почувствовал свет известности но обласкан он был не надолго он просуществовал в этом качестве всего лишь только один год но это был год великих перемен в культуре и вообще в обычаях в традиции города Базеля профессорскую деятельность с кафедры официальной господин профессор процесс начинает с того что публично сжигает труды Галена и Алицен но под восторженный рев конечно студенческой аудитории и под полный ужас и ненависть профессуры которая это все увидела позднее пресс скажет истинно дочь своего деяния а не не авторитет и этим шагом ну конечно же процесс а его вообще-то говоря в истории представлен скандалист гуляк лапи ухо бродяга и вообще неуживчивый такой человек явно неуживчивый это безумно с очень тяжелым характером очень тяжелым и сделали конечно в истории скидку вот на его тяжелый характер скандальную известность он сжег в действительности же конечно процесс поступил в соответствии с максимой францисы Бойпена истина дочь своего времени он не хотел сказать о том сожжение что все эти знания нужны он хотел сказать другое совершенно в соответствии с возрожденческими новыми идеалами гуманистическими идеалами то что ни один авторитет даже голеной олицерной не может быть добрым и только это и только это он хотел сказать но никак не убедить студентов в том что все это надо отбросить как абсолютную ложь независимая манера преподавания вообще была свойственна не одному алхимику процессу алхимики здесь постараются в среднем европейских университетах и мне бесконечно жаль что мы этого не видим и уже наверное не увидим никогда есть еще один алхимик почти современник процесса о нем тоже очень мало известно Джон Ди слышали Джон Ди есть Роберт Флак Томас Волга их много полтора десятка Альберт Великий вы знаете эти имена а вот Джон Ди почти неизвестен это англичан он знаменит тем и что был такой же неуживчив такой же независимый преподаватель как сам процесс Джон Ди создал французскую интеллект сервис как ни странно вслед за Фрэнсисом Беркеном он разработал ее обнесу кроме этого Джон Ди был изумительный механик потрясающий физик и вместо того чтобы читать физику астрономию авторитетов там лекции по физике по математике он студентам демонстрировал своих свои механические изделия а эти изделия было не что иное как жуки стрекозы бабочки сделанные ну размером так наверное сфотографии и поменьше это было настолько предполагаем десант в то время 16 лет но как можно было из тех материалов и при той технологии сделать абсолютное подобие вот таких летающих насекомых мы конечно студенты были в восторге и когда вот эти все штуки начинали по аудитории летать жужжать петь абсолютно точно так же как это делают реальные представители мира насекомых я думала что уже было не до лекции это было интересно тем более все сделано было своими руками но что же касается лоббинцев которые смотрели на все эти экзерсисы на эти все студии эти механические игрушки жены можно сказать только одно они их пугались вот этих жуков механических гораздо больше чем мертвецов вышедших из своих могил и поэтому когда наконец они добрались и до Джона Ди сожгли его изумительную библиотеку сожгли его долги его труды Джон Ди сказал потрясающую фразу ее надо где-то писать у нас вообще-то звучит она так меридиан знаний не проходит через книги по-моему отлично сказали меридиан знаний не проходит через книги можно всю жизнь читать и быть тупым невежественным что самое главное злобным человеком ненавидящим других мстящим поэтому меридиан знаний и не проходит через книги но Джона Ди сожгли то же самое примерно видимо ожидал и Парацельса если бы он вовремя не сбежал не сбежал из Базеля потому что ситуация была уже очень плохая он считался чернокнижником у него появилось то что мы сегодня знаем школа школа чернокнижников а у действительно философы алхимиков которые там в ретонах чего-то же говорили и он уже занимались разделыванием трубок для того чтобы этим занимался Джон Ди чтобы показать ученикам все-таки как расположены мышцы как надо учить но это только полдела вторая половина заключается в том что в Базеле он выступил против чиновников и положенных им любовь ну здесь меня никого не надо учить что будет с человеком который выступит против особых льгот нашего чиновничества так было и в те времена человечество в этом смысле не меняется он по совместительству процессов в Базеле занимал полст главного врача и курировал аптеки настаивал на проверке качества лекарств или в дешевой цене для народа для аристократов подороже для народ подешевле кстати у него был такой принцип богатых лечу пусть платят я эти деньги употреблю на то чтобы лечить бедных с них ничего не буду брать я думаю что это пусть платят это правильно особенно если такие капиталы нажат неправильными трудами Парацельс уверял что клятву городу и здоровью это я зачитываю и здоровью жителей которые должны давать аптекари базы аптекари должны давать клятву убережет самих аптекарей отталчности и мошенничества а следовательно больных пациентов от того что они зря будут лечиться и помрут раньше времени вы знаете как медики любят говорить несмотря на усилия врачей пациент остался жив вера доктора Генгейма то что это возможно возможно улучшение трансмутации человеческой природы это была его горячая вера она вполне соответствует высоким идеалам ренессанса она конечно не имела под собой объективной основы это всего лишь высокая вера особым образом организованной души но он в это верил и он конечно просчитался кроме этого он считал что клирикальная идея о том что человек сосуд зла абсолютно не соответствует истинной сущности человека и человек изначально не вреховен как следительство в Библии самое тяжкое рабство это страх это слова процесса самое тяжкое рабство это страх когда мы боимся потерять любви родных детей работ деньги действительно сами для себя определим большой круг условий которые оправдают наш страх потому что мы будем будем ангелами там посмотрим можете сказать но все эти оправдания все равно не уничтожают глубины укорененности страха человеческого душа отсюда тревожность мнительность подозрительность самое тяжкое рабство страх думал процесс когда он глядел на воинствующие толпы невеж и попов которые не жили в соответствии с тем что они говорили все эти размышления делали его еще больше больше одиноким и врагов и завистников у него у него тоже становилось все больше и больше потому что врагов и завистников нет только у одной категории людей у бездарей но вы можете со мной поспорить ненависть провизора в аптекаре расклад и наконец после провокации экономика которому кстати парацельс спас жизнь парацельс бежал из базилия после года работы в нем тайно бежали ему было 35 лет у него были ученики у него не было семьи у него не было никакой собственности ну а еще он обладал как вы видите сложным характером и знал чего хотел он хотел помогать людям лечить их вырабатывать новые формы этого лечения химиотерапии и он сам для себя хотел знать истины а мед истины всегда горит это цитадель написано ученики Брацельса еще один неопознанный кусочек его жизни но очень важный вообще о наших заслугах в современной науке больших ученых судят не потому что они написали а потому какую школу они создали иногда бывает так что мы и без школы признаем значимость той или иной доктрины или направлений но школы тоже важны у Парацельса их было не столь уж мало но самый известный среди них ученик это Эоганн Хербст он вошел в историю как Эоганн Аполин он был в течение трех лет ассистентом секретарем и вот ведь ирония судьбы а в конце концов когда предал своего учителя он предал своего учителя он стал первым капиталистом книг и издатель и самые большие деньги он выкачал за счет публикации уже после смерти книг своего учителя известно что ученики очень сердились на Парацельса за то что он не раскрывал им свой секрет и прелестная картинка литературная картинка к этому тезису это такая маленькая новелла Борхиса она называется Роза Парацельса ее она стоит того чтобы ее воспроизвести это модель отношения учеников к Парацельсу однажды старый учитель ну старому учителю было лет 40 вы понимаете по тем временам 26 лет для женщин глубокая старость Пушкин о себе 30-летним писал ну что ты ко мне пристаешь я старик 35 ну естественно 40 лет Парацельса это же старик вот к старому дряхлому учителю Парацельсу однажды вечером постучали в дверь а он снимал маленькие две маленькие комнатушки на втором этаже постояла двора в одной он спал жил вторая была его алхимическая лаборатория к нему вошел с большой красивой красной розы молодой человек и сказал господин я столько слышал о тех чудесах которые вы производите как вы посидите около больного ему станет лучше ну типично современная постановка медицинская позиции медика если после ухода врача пациенту не стало лучше он напрасно ест медик свой хлеб кроме этого вы умеете превращать жабу в световой бучок вы умеете воскрешать органическое мы сегодня говорим вещество которое превратилось в пепел то есть сожгли кусочек в мае он воскресил продемонстрировать и как только я вижу преды меня ученика вы не пройдете ну это старая конечно история а дальше события развивались таким образом на все на это процесс поглядел на молодого человека и сказал зачем тебе это зачем вообще тебе учиться чего ты хочешь достичь может у тебя с девушкой не лады так расскажи я тебе подскажу чего сделать да нет я бы хочу идти твоим путем ну и начал его уговаривать а рядом горел тигель где чего-то булькало огонь и наконец поняв что процесс вообще не склонен демонстрировать чудеса ученик тот который претендовал на ученика сказал господин учитель вот я хочу чтобы вы сожгли розу а потом ее воскресили вот я хочу розу превратившуюся в пепел увидеть заново живой и со всего размаха бросил эту розу в тигель она конечно на сильном огне сгорела посмотрев на это деяние процель сказал жалко розу некоторое время молодой человек помедлил и вдруг понял трясущаяся глава мутные глаза огонь какой-то горит чем-то странно пахнет в комнате он понял что учитель достал дряхл и скорее всего ничего из того что ему приписывают совершенно не может и начал прощаться и поразит сказал ему ну что же юноша идите я рада с вами познакомиться может быть придете еще да-да ответил молодой человек зная что уже конечно никогда не придет и это безусловно понял парацейс и вот когда дверь захлопнулась парацейс выпрямил спину глаза его загорелись он подошел к тигр огонь погас и взял огромную красную розу нового такая розы парацейс это то что приписывали ему воскрешение трансмутация взаимные превращения живого в неживое то что сгорело то что было долго по легендам этим искусством действительно парацейс владел в алхимии считается что достичь этого искусства можно только одним единственным путем не машин не аппаратом не знанием как бы мы сегодня сказали химических законов превращения хотя и это тоже обязательно надо знать основной ингредиент в алхимии это человек его духовные силы его вечно бодрствующие ясные разумы ибо парацейс принадлежат прекрасные слова они много раз повторялись разными деятелями культуры невероятная ясность бытия должна пронзить наше существо разум это очень хорошая невероятная ясность бытия есть ли она у нас в ад я думаю что это тоже ориентир ясность бытия без разума одними завываниями пасами написаниями каких-то вот этих книжечек приписываемых великим учителям где кроме вообще говоря перепевов стиля изложения таких людей как Блаватская Рерих вообще неизвестно там ничего нет главное ясность самоощущение мира ясность бытия к этому и стремился парацейс он хорошо понимал когда предостерегал своих учеников от занятия алхимией когда он не раскрывал им своих секретов что королевское искусство древнейшее искусство это путь трагических потерь это не путь приобретения это путь трагических потерь путь опасный как вообще-то говорили наука доказывает это опасный путь который в своих следствиях может грозить не только отдельной жизнеисследователю но и другим людям а в случае Пенгеева скажем Сахарова эта угроза начинает реализовываться по отношению к целым городам целым нациям точно так же и алхимический путь воспринимался самим процессом как трагический не путь приобретения а путь потерь и тот кто писал Парацельс имеет силу следовать этим путем для того может оказаться что безумие может венчать этот путь и вот так он писал жесткое излучение вселенской истины таково что безумие всего лишь спасительный отдых жесткое излучение вселенской истины но все эти события предательствующих изгнания из базы опять странствия привели к тому что он опять дороги Мюнхен Нюрнберг Эслинген Регенсбург с 1531 года начинается последний этап жизни Парацельса он связан Зальцбург ну Зальцбург Гурцук да Зальцбург Зальцзе главная река я была в этом городе в Германии странное дело там эти места где Моцарт Моцарта там очень много Парацельса там вот как бы в немецкой культуре Парацельса висит висят афишки значит эти вот вывески лавка Парацельса ну продают купидонов там тревестники что-нибудь такое ничего Парацельса конечно нет это псевдо атрибутика почти забыт человек даже на своей родине в Зальцбург его пригласил герцог Эрнст фальграм Баварский ценитель королевской науки алхемии Парацельсу уже 38 лет а те времена уже очень большой возраст его часто видели у берегов желто-салютной реки он подолгу сидел углядываясь в ее течение вероятно уходя в мир собственной души или как сегодня говорят во внутреннюю эмиграцию человек написал в своих записках погруженный в глубокое раздумье утонувший в своей собственной душе похож на лишившегося всех чувств сегодня я такой наверное имеет смысл сравнить с выражением Блаватской оставьте меня в покое дайте мне находиться более-менее внутри собственной души так что конечно теософская линия хотя процесс не был учеником теософской школы теософия еще до нее оставалось два века рассуждал по теософски по сути мир считает его глупцом но процесс считал что тот кто находится в своей внутренней душе мудр и пишет этот человек истинный друг бога он знает больше тайн нежели все прочие приобретшие свою ученость через книги и только и через чувства ибо он может достичь Бога через свою душу а Христа через веру и привлечь дух благодаря возвышенному воображению таким образом на пути мы можем стать подобно апостолами не бояться ни смерти ни тюрьмы ни страданий ни пыток ни усталости ничего такого человека уже не сломить и не сломили и самого процесса его одиночество разрастается и он самкретично отмечает я знаю что я не тот человек который говорит людям только то что им по вкусу и я не привык давать смиренные ответы на вопросы высокомерных ослов это манипест почему он это послал письмо одному из сильных мира того приятно читать что ты высокомерный осет я знаю свои привычки и не желаю менять их я не могу и не хочу изменять свою натуру и считаю что она достаточно чиста я грубый человек выросший в грубой стране я вырос в сосновых лесах и возможно получил наследство их иголки то что мне кажется вежливым и дружеским другому может показаться грубым то что у меня представляется шелком другие сочтут грубой холстиной кстати процесс отсылал как бы ну собственные характеристики и это тоже что послушайте как он себя увеличал его же обвиняли в том что он живчевый и слишком гордый ну наверное как ему выдаст основание вот он так о себе писал высокообразов бесподобный широкоизвестнейший ученейший мистериарх славнейший из философов князь химиков и монарх медицины по-моему это не слава это хорошая самооценка но все дело что не надутые щеки причина вот такой самооценки на нем это право и поскольку он очень часто сталкивался с завистливыми ослами от медицины то конечно возможно что в этой самой характеристике выражается и хирургичность его натуры вряд ли он себя считал ну таким же бесконечно бесподобным Парацельс на три дня пережил свое сорока восьми лет то есть он прожил сорок восемь лет и три дня цикла астрологически он закончил цикл где-то у него я сейчас сразу не воспроизведу в текстах мелькнул такое утверждение пятьдесят шесть лет для мужчины и сорок девять лет для женщины особое время потому что семьи семь сорок девять для женщины это крутая ломка не просто генетическую как мы сегодня сказали уровни Парацельс говорил о том что в это время сорок девять лет все что было заложено в ее личной жизни полностью приобретает форму распадается и она остается одна или она переходит в новый возраст в окружении тех кому было привязано Парацельс умер в маленькой гостинице белая лошадь на берегу набережной и был похоронен на кладбище святого Себастьяна через тридцать один год после смерти тридцать один год прошло прах Филиппа Теофраста был эксгумирован это уже описки из документов во время перестройки здания церкви и перезахоронен перед чезовней святого святого Филиппа Нерия смех Парацельса как бы мы сегодня сказали не имеет какого-либо подходящего объяснения в 20 веке где-то так в годах 50-60-х обследовали череп Парацельса и это обследование позволило подтвердить версию о насильственной смерти то есть в 20 веке подтвердили насильственные смерти интересно то что в 19 о насильственной смерти писал Лаванск интересно откуда бы ей это было знать в височной части нами обнаружено большая прижизненная трещина ну травма как говорят медики сегодня несовместимая с жизнью то есть убили человека Фракс Гартман передает версию что вероятно скандалист Парацельс с кем-то подрался и в результате драки его убили ну возможно что это и так но это всего лишь одно из мнений я бы склонилась к другой версии драка была эсперирована в этой драке его убили уж слишком многим он был неугоден слишком многим он переехал карьеру многих тогдашних шарлатанов он назвал шарлатанами а называть шарлатанов шарлатанами а воров ворами небезопасно в любой пунктуре тем более в той в которую он жил это все-таки не забывайте перепады между средневековьем когда Европа отходила от тюрьмы старой религиозной веры и приходила к новым маячил век разума а это значит что конечно на перепаде кризисные явления обычно на перепаде кух они возрастают это закономерность ну и потом процесс был конечно удивительный мастер наживать себе врагов безусловно совершенно безусловно а непрерывная зависть и кривита видимо уже достигли такого предела что он не собирался избегать прямых стычек с властями с невежими ведь именно ему принадлежат замечательные слова которые записал случайный ученик и как ни странно именно тот который сохранил его записки странно что самые любимые ученики очень часто предают своих учителей стоит только вспомнить Иуду это ведь не просто один из учеников он был любимым ученик он сделал больше чем все остальные для того чтобы в заповеди Христа распространял все организовал добывал деньги для вот этой раннекрестьянской общины а здесь такой случайный человек который полюбил старого учителя процесса и записал он такие слова меня не страшит смерть я ухожу в страну трудную но там будет больше сверху чем здесь там по ту сторону Бусия хорошая моя мысль это трудная но светлая страна и там тоже будут странные приключения новая путешествия но это уже будет другая история и эти слова исключительно перекликаются со словами религиозного реформатора Гатама Будды который говорил в свое время так имени я не имею счастья я не желаю не прошу жизни и не боюсь смерти возвещаю правду и ищу свободу то есть отношения среди таких людей к той стране в которую мы все когда-нибудь уйдем а я так подозреваю что в этом веке мы все здесь сидящие перейдем в эту трудную но светлую страну скорее всего и как считал процесс бояться этого не надо знаковый характер имеет надгробие процесс уж раз алхимик понимаете алхимия это не только призвание это жизнь это судьба когда-то Мираб Константинович Мамардашвили это наш отличный философ он сказал философия это судьба повторив тем самым лучшее изречение что педагогика это судьба алхимия это судьба так вот надгробие процесса это не что-нибудь а белая пирамида она когда-то была целой из белого известняка но время отъема наконечник поэтому она теперь как бы усеченная пирамида на этой пирамиде герб рода Гогенгейм очень интересная на самом деле и надпись Филиппа Теофраста Гогенгеймского который стяжал столь великую славу мира за открытие химического золота изображения и кусти здесь лежит Филипп Теофраста год 1541 24 день сентября сменивший жизнь на смерть под этой надписью полуистершийся герб это типичная вот такая конструкция со скругленными углами четырехугольника на этом гербе серебряный луч для вас он вот там бы располагался снизу вверх серебряный луч на котором в нисходящем порядке расположены один за другим три черных шара а внизу слова мир живым вечный покой униж почему я обращаю ваше внимание на герб и на надговоры дело в том что метафизические секреты геральдики они вообще утрачены в действительности геральдика родилась внутри алхимии как часть реализующая вот эти внутренние закономерности развития целого рода и тот кто чувствует эти корни достаточно четко тот понимает о чем идет речь надговоры парацейс это конечно священная земля алхимии включая его герб это его стиль воля динамизм упорство резкость ремота рыцарская мужественность ну которая противостоит как в алхимии считается женственной пластилиновой природы я не хочу плохо сказать о женском начальном но в принципе считается так серебряный луч в геральдике в древней это луч разума луч разума нетварная активность я переписала себя из одного одного алхимического текста и вот внутри этой нетварной активности род генгеймов проходил инициатически последовательные стадии трех шаров они расположены по нисходящим и в терминах алхимии что такое три черных шара это три черных карбункула три черных алмаза это очень редкий алмаз в действительности а в астрологии три черных карбункула это символ ну трех солнц другими словами солнца звезды двух невидимых луна ну я думаю это на любителя нисходящий порядок трех черных шаров указывает на иссякающий родовой импульс и вероятно как раз процесс был последним в этом роду которому у него же не было наследников он был единственный сын это свидетельствовало об угасании имени действительно какое дело существу которое вырвалось на свет до того червяка из которого все это произошло в конце конца стрела света внутри которой текут три шара может быть объяснена в теме нахалки таким образом что родовой поток кровь заканчивая родовая кровь заканчивается мужским воплощением поэтому собственно луч это стрела копье наконечник копья а это в свою очередь символ не кого-нибудь а сына бога сына наконечник копья которым пронзили христа и сам луч это бог сын не мир но меч как говорится семантика герба его тайные смыслы алхимические давно никого не интересуют но ведь древние гербы это мало сегодня кто знает они были рассчитаны не просто чтобы скажем герб москвы медвежончик да или гер... георгий сражающийся со змеями это не просто дед и не просто отражение того что будет непрерывное сражение битва за Москву небесную за Россию небесную изначально герантика особенно в древних родах это совершенно мистическое абсолютно таинственное для нас сегодня область существовали особые сетки просчета когда не только современный живущий человек имел на этом гербе свое абсолютно точное местоположение но по этому гербу можно было определить время жизни и сам характер длинная долгая жизнь каждого из представителей этого рода и вот этой древней наукой герардики алхимической конечно в то время наукой ну как бы мы сегодня сказали владением секретами всеобщей информационной матрицы вот этими секретами владели древние роды которым и принадлежал Парацелис ну а сегодня герб это тривиальный вообще говоря процесс такое обсматривание львов шаров георгия змея которые нам собственно говорят ничего никакого смысла не доносят в то время как это знаки иной интеллектуальной культуры которая предшествовала нашей национальной культуре и о которой есть безусловно смысл говорить раз уж мы говорим о враче алхимике Парацелиса один учебный хорошо написал Елене Головину его зовут Геральдика мертвое знание или в лучшем случае артефакт социального слоя аристократа а ведь действительность нисхождение и восхождение знаков на родовом гербе непостижимым образом изгибает фрактальный узор судьбы наследников однажды великих аристократических родов Партрет Парацелиса тоже отдельная тема сколько ни смотри а их вообще говоря три ничего общего как будто с разных людей рисовали спрашиваются почему что не могли нарисовать похожий портрет тоже загадка точно так же как и вообще-то нет атрибутированного портрета Леонардо Дович ну считается помните карандашный портрет с бородой пожилочный человек как бы автопортрет есть другая мысль что сквозь черт мон и Лиза Джаконды проглядывают улыбкой глаза самобыля Нардо Дович не захотел человек остаться в веках изображенным и не только он один Вильям Шекспир то что находится в Англии в виде его надгробного скульптурного портрета ужас и страх ну просто какой-то лавочник извиняюсь конечно по отношению к этой скульптуре полудебильного вида то что рисуют в виде Шекспира тоже на этот скульптуру вообще не похоже как будто другой человек но очень похоже на Фрэнсиса Бекка то есть Вильям Шекспир и Фрэнсис Бекка молочные братья это тоже загадки ну что можно сказать скорее всего рисовались портреты без желания самого Парацисса может быть по памяти но не хотел он запечатлеться и поэтому видимо рассуждал так моих образов должно быть столько сколько у меня будет духовных наследников и каждый духовный наследник увидит мой образ по-своему и он вероятно прав Гармен утверждает что при жизни Парацисса вышло ничтожно мало его трудов но тем не менее уже к 19 веку они были собраны в 7 книг остальное постепенно откуда-то и это уже атрибутировано что это не степень на принадлежащие процессу КПСИ гораздо позднее были собраны труды сгруппированы очень любопытно что в них 35 книг по медицине 12 по политике 7 по математике 66 по магии и 235 по философии а мы все его вот таким считаем представителем преднауки предтечи химии который там чего-то учил ну что здесь такое мощнейшее наследие к этому 4 книги переведены у нас между прочим большинство и дедных пытались магические книги магический орхидокс у нас кстати пытались перевести вот эти 66 книг по магии уже сегодня даже на современный немецкий язык не могут перевести не могут перевести и вот я сейчас скажу какую-то причину раскруйте смысл самостоятельно сведи лунусь непоскорно сотри ее пятна понтийской водой такова тайна опрокинутой луны и если ты преуспеешь в этом тайное искусство откроется тебе алхимическое искусство дальше борьба белого и черного леопарда очертание листьев пламени и орлиных когтей поворот головы единорога пересечении линии в Нессере в Нессере обвивающемся вокруг головы змеи полукружья блазона не блазона а блазона интересно что это такое все это эмблематический рассказ о внешней и внутренней трансформации которые должен научиться понимать человек желающий проснигнуть начало алхимического знания что там в конце очень порядный текст неправда этот вот единорог полукружья блазона поворот головы единорога ну тогда вот наверное вот эти все такие печальные обстоятельства они не дают возможности как-то адекватно передать то о чем там идет о чем тут речь но в действительности речь идет всегда об одном и том же алхимическом тексте речь идет о внутренней трансформации души потому что главный трансформатор человеческий дух вот если усилить всего возможности комплекса человеческого то тогда по представлению алхимиков не просто железо в золото но розу в звезду можно превратить зажечь солнце и тогда нам не нужно будет черепки машины вот эти вот корыты на которых мы летаем в космос я этим не хочу обидеть космическую инженерию я ее очень уважаю но пока это несовершенно потому что там участвуют современные технологии участвуют хорошо развитые человеческие разумы много участвуют внутренние возможности человеческой души они не раскрыты вот алхимия к этому оперирует во знаменитом предисловии к началу мы вклида кстати говоря хорошая тоже мысль Джон Ди писал надо всегда помнить что живая изменчивость пространства искажает геометрические аксиомы сумму углов треугольника равная сумме двух прямых есть правила этики а не свободной математики этика и математика алхимия и нравственности вообще это далеко идущие на самом деле мысли и может быть когда-нибудь мы и в самом деле увидим переведенными хоть часть трудов парацейса и будем сами судить об этом но для того чтобы прочесть алхимический текст а в той или иной степени даже труды в медицине парацейса несут в себе особенности алхимического текста надо мало-мальски владеть символикой эмблематикой вот здесь в приложении моем общие сведения об алхимии почитайте подумайте что дает нам эта эмблематика там конечно очень мало но все много можно почерпнуть 28 работ до сих пор в шифрованных рукописях в процессе в шифрованных рукописях то есть он не только писал на стороне немецком но он еще и шифровал свои рукописи ну хотелось бы конечно знать вообще чему они посвящены может быть наконец тогда откроется тайна превращения о которых мечтали алхимики тезаврес алхимиструм тезаврес сокровища алхимиструм алхимия это очень важный труд парацелеса и он переведен на немецкий язык сокровища алхимии но его не изучают конечно же но как считают современные исследователи текстологии средневековую магическую культуру она там тоже присутствовала конечно то изучают цитирую по банальной причине принципиальной способностей понять о чем идет речь совместить этот текст современной культуры с текстом культуры эзотерической если это так то никакие рассуждения о когнитивной и сапиентной природе человека не раскроют тайну нашей многообразной человечности точно так же как мы не преуспели в этом методологии социально-классовых тюрьмы возможно что это и так действительно ну а теперь немножечко буквально о основах мировоззрения не только алхимических но и конкретных взглядах процесса о том что есть что ну в основе конечно его представления лежит герметико-анлистическая традиция принцип подобия принцип соответствия как внизу как и вверху и представление о четырех космических элементах без которых вообще невозможна никакая жизнь ну это наши знакомые четыре античных корня четыре стихии земля воздух вода гоня кроме этого у процесса везде есть выраженная его терминология двоичный код мира двоичность это мужское и женское начало мира особое место в воззрениях процесса отводится огню огню интуиция огня тайна горения потому что процесс этот вроде бы очень ясно но на самом деле процесс горения не столь уж примитив если посмотреть с него и с физической и с химической точки зрения это как раз процесс прямого активного превращения вещества в ничто в состоянии негрета как его квалифицировали алхимики сам по себе огонь в российской культуре огонь свет занимает очень большое место и как буду предвидев это скажем свет святых отшельников огонь который видели вокруг серапии Масаровского об этом и о том что процесс умел спокойно опускать руки в огонь мог вызывать огонь вокруг него иногда видели сияние причем как ни странно не тогда когда обычно это происходит в состоянии самоги в состоянии высокого напряжения духа а именно тогда когда он был расстроен вероятно природа была такова огненная что ли если говорить эзотерическим языком так вот интуиция огня и света она была отмечена у парацельса была она вообще немало писала философию огня и света спроецировали на будущее России рерихи в живой этике пох огня так они определили то состояние на пороге которого стоит человечество алхимия и химия вместе взятые парацельс называл спагирия спагирия от слова извлекать собирать спагирия это стратегия знания это не только взаимодействие веществ но и духовная мутация или как он писал область чистого огня субстанционально всякая реакция есть огненный акт для перевода одного состояния в другое необходимо учитывать то что это совершается как говорят в эзотеризме и на тонкоматериальном плане чистый огонь расположен на границе пламени где интенсивность сгорения переходит в еле уловимое движение из очка в ранней эпохе спагирия то есть алхимия химия это была весьма могущественная наука вследствие ее изучения природного огня поэтому все представлялось более долговечным чем теперь природный огонь очень ослаблен сегодня неизмеримо огромным скоплением экскрементов которые он не в силах отбросить и от этого они становятся причиной его полного угасания в бесчисленных отдельных индивидуальностях ослабление вот этой силы и чистоты огня в современном человечестве а это слова Пьер Фабра цитированы по башляру психологии психоанализ огня это не что иное как действие всеобщего яда разложения ну а яд это общественные личные болезни не только отдельные но и коллектив может быть исключительно эгоистическим это болезнь и Елена вам доказывала что лечить ее можно только чистым огнем огнем чистой мысли ну конечно необходимо учитывать что ренессансный гнозис алхимический это и христианская версия трансформации тоже и по этой причине в алхимическом гнозисе в этом типе знаний очень силен алхимический элемент преображение преображение продемонстрированное Христом позволяет синтезировать нетленное преображенное тело спасающее падшее человечество и вместе с ним спасти материальный космос избавление духа от коррозии грубого вещества в алхимическом контексте называется философский камень этот камень отличается от камня Чантамани вообще от святых камней от той же как бы святыни исламской культуры тем что эти камни материализованы алхимический камень это результат трансформации человеческой души его нельзя ни купить ни передать он выплавляется как считают даусские алхимики в человеческом сердце внутри человека другими словами философский камень философский или алхимический камень это наш дух конечно человеческий дух либо он работает либо нет либо он проявляет себя либо спит причем первая ступенька к нему это конечно наш светлый раз для того чтобы заговорил дух нужно чтобы заговорил разум а этот разум сам по себе и эта тайна алхимической трансформации должны быть очищены опять же в терминах алхимических чисто алхимический термин очищения чувств об этом же Елена Ивановна тоже писала посвященный философский камень должен отримуть гибельный мир порвать связи со всем человеческим оказавшись в центре божественного динамиса и устремиться к близбрежную плерому в Гренландию в мистический Альбион Ангеланд в многоцветные многолитие стран живой жизни которые снились королю Артуру и которые живут в уме души каждого человеческого существа идеи парацельса относительно духовной структуры универсума достаточно прозрачны мир физический мир метафизический метафизический не только астральный но и чисто духовный то есть он обсуждает проблему реальности идеального точно так же как обсуждает ее Блавацкая более того как она обсуждается в русской религиозной метафизике и философии у Павла Флоренского реальность идеального мира реальность духовного мира не конец его рассуждений а само само собой разумеющийся источник для русской религиозной метафизики это очень надо доказать это первый исходный вариант и точно так же дело происходит в алхимических рассуждениях ну вот в частности у Парацельса когда он рассуждает об универсуме описание Парацельса тонкой структуры как она делается духовная они муди материя матрикс может быть вам эти термины знакомы они вполне сопоставимы все эти категории Парацельса с категорией метеософии астральные планы процесс воспринимал как пластичность и отсутствие привычных констант ну вообще в живой этике тоже это зафиксировано зафиксировано исключительно подвижное меняющее меняющее себя бытие мир проводником в котором служат человеческие чувства и желания в нечувственное метафизическое знание о котором сегодня говорит наука и который пытается вписаться в основу современной научной парадигмы это не пустой звук а эту работу начали уже в свое время как видите алхимики но на своем языке медицинская сторона парацейса алхимическая плохо рефлексирована здесь вообще конечно непочатый край работы но то что сделал парацейс в медицине вот как написано в большой советской цикл квалифицируется создание будущей химиотерапии создание корпуса целого направления биомедицинской этики есть такое сегодня направление оно только родилось в последние годы 20 века и вот внутри биомедицинского знания там где этика биология с медициной это неразрывное целое вот там присутствует модель парацейса есть модель гиппократа и есть модель парацейса это целая модель отношения между пациентом и врачом которая развивается по принципу врач тире учитель не просто целитель а еще и учитель это одна из характерных черт модели парацейса где можно почитать я написала это уже современные исследования в той же работе которую здесь упомянуты Ирина Васильевна и Силуяновой отмечается что нравственная максима любви совпадает с христианской антрополонией если человек тело душа и дух то управление излечением начинается сверху дух лечит душу душа лечит тело излечение есть излечение души ну и последний наверное сегодня Елена Ивановна Ерех сосредоточилась на суждении особенно характерном для нее именно что парацейс это представитель совершенного такого рода людей это безусловно гениальная личность и суть его жизни как ее Елена Ивановна определила жертва и поздно так она писала свои работы и так она понимала миссию парацейса это немножко отличается от того что я вам говорю от того что у нас и Блаватская и Рерихия нередко упоминали вместе с парацейсом или по крайней мере в одном ряду Евгения Филавета Томаса Вагана Бернарда Ревизана особенно Томасе Вагане много он автор так называемого химического трактата сверкающий фонтан интересный он переведет у нас Блаватская видела в процессе одну из жизней которую приписывала мудрецам восторг сознательной жизни Елена Ивановна попозже вообще сказала что есть указание на то что сама Блаватская имела некую прошлоу если учитывать возможности нашего многомерного нескончаемого существования здесь на земле имела отношение тоже к парацейсу Блаватская вообще говоря молчала всегда об этом если ее добрать но в старых дневниках Альгурта которые у нас к слову сказать не переведены в полном объеме в одном из этих дневников есть единственное упоминание о том когда Блаватская ей захотелось поговорить о том кем же все-таки она была потому что ее учеников это исключительно интересовало по воспоминаниям Альгурта именно она и парацейс но мы можем Альгурту не доверять тем более мы здесь становимся на очень шаткую почву это почва личных представлений догадок она не может в чем может она не может быть опровергнута но и подтверждена она тоже не может это та антинамичная ситуация которая всего лишь визу характеристики связей между вот учениями диасофии живой этики и тем чем занимался Элип мировоззрение оставаясь на почве поддительной ясности бытия у нас процесс не нуждается в том чтобы его жизни кому-то там приписывали нет самое главное он сам он алхимическая судьба в его работах есть все чтобы мы увидели его в записках о себе все чтобы мы увидели все 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 внутреннее богатство этого человека вот он например публичную молитву отрицал какой смысл в прилюдной молитве она есть лишь начало и причина и долопоклонство я считаю Христос ее запрещал среди сект нет ни одной которая бы обладала истинной религии это его слова и мы должны читать Библию сердцем а не умом пока когда-нибудь в будущем в мир не придет истинная религия и истинная наука вообще его называли ведь Лютером от медицины Лютером от медицины но Лютер чем у нас собственно говоря прославился да совершенно верно он реформировал старые христианства с него начинается история уже нескольной религии лютеранства а вы знаете почему Лютер пришел в религию и стал священником не знаете да нет не знаю 15 лет подростком на берегу реки он шел со своим другом и их родители готовили к юридической карьере ну сын там сын юриста юриста так тоже так считают а они были очень дружны два молодых фарма готовились к будущему ни о чем таком божественном Мартин Лютер даже не помышлял и вдруг на его глазах ниоткуда взялась огромная туча из нее не упала ни одной капли зато из нее шабанула огромная молния и она прямо на глазах убила его друга то есть вдруг превратился и у парня все в жизни перевернулось и он дал там прямо над этим в полном смысле прахом своего любимого друга с которым уже они всю жизнь сложили как они будут дружить учиться куда они поедут он дал обед и свой обед сдержал он посвятил себя Богу вопреки тому что там крики родительские конечно были как же так но смог это превозмочь и вот Лютер закончил тем что стал великим реформатом на базе христианства и процельца называли Лютером от медицины мало того что он сжигал трактаты Галена и Алиценны он по духу был ну революционер что ли вот он пишет враги Лютера в большинстве своем негодяи фанатики изуверы мелкие мошенники клеймя меня как Лютера в медицине вы оказываете мне честь ибо вы презираете Лютера но я не знаю никаких других противников Лютера кроме тех чьи карманы он заставил похудеть и я оставляю Лютеру самому защищать себя я же буду отвечать за то что говорю сам враг Лютера кем бы он ни был заслуживает презрения то что вы желаете Лютеру вы желаете и мне вы желаете сжечь нас обоих на костре не выйдет ну понятно ну разве что он бесподобный несравненный мистериарх и так далее такого текста можно было ожидать от Парацельса ну и напоследок хорошо он пишет я знаю что монархия разума восстановится на земле монархия разума что слава будет за человеческим разумом а не за тупой неопознанной и слепой веры я не возвеличиваю себя природа сама помогла мне ибо я рожден природой и следую ей она знает меня а я знаю ее пробудитесь от сноразума друзья настанет время когда ни один из вас не останется в своем темном углу мир сам заставит вас показать свое истинное величие свободы и знания желаю я в этом мире ну вот наверное на этом мы сегодня остановимся монархии разума это то я думаю чему мы все принадлежим ибо мы не столько воспитываем чувства но в учениках пытаемся пробудить и духом сделать их людям я самим можно стать так что спасибо за внимание извините что я заняла пожалуйста если я ошибаюсь вы меня поправьте на то что процессе явился основоположником химической медицины вот мне представляется так сказать ошибочным направлением это позволило разделить нашу медицину на 150 специальности и потерять человека как целостное существо в итоге сейчас медицина официальная лечит так сказать органы и лечит человека в целом а то что вы сказали вот до него травки и прочее это все-таки более целостный подход к медицине если не так то пожалуйста я думаю что вы безусловно правы создавая ятрохимию химию химию препарат процесс не ожидал что-то заменит все остальное и главное что здесь он считал личность врача вы знаете если человеку плохому и хорошему дать один и тот же предмет это уже опалку мне виноват опалку что один ее использует для обвинения а другой не помидорчик подвяжет на своем то есть он не предполагал а потом в основе его рассуждения лежала такая простая мысль до него не то что травками лечили а подобное подобное сердце болит сердцевидное растение и он абсолютно это выдерживал лечил именно так но он считал что надо добавлять к этому синтезированные химические препараты ибо видел что одно это в чужовых случаях не приносит то что сейчас кстати против 23 чп случая чп да а возрасте как возревающий кризис скажем тогда я согласна полностью еще у меня вопрос кстати вы не скажете кто автор надгробия его процесс кто вот это все создан так сказать с понятием неизвестно но то что вверх его там воспроизвели это странно потому что ко времени залип это вверх рода в генгел это не только в генгел процесс вверх и еще такой вопрос у нас сейчас алтиньки есть современные у них в пользу ведь или я тоже есть такое лицо я знаю этого человека но я нигде не делаю ссылку вот это рукописи вот он последний алхимик то есть человек который пытается не доказывать что алхимия это налог он пытается прогнозировать текст что мы можем в нем понять что не можем некоторые вещи которые открыл достойны но а вообще у химиков нет сегодня химики продолжатели дела но химики химики хрифей там было так что спасибо пожалуйста вопрос еще у меня такой вопрос вот скажите пожалуйста я сколько известно сейчас сколько перейдено все-таки на немецкий хотя бы состава немецкого на немецкий но эти сведения не могут вы не можете считать монитор какими-то абсолютными потому что я их добывала не из книг заслуживающих внимания а со слов немецких коллег философов которые тоже плевать на все митрохотили и вообще вся эта мыслительная программа вот как доказывает голове мы должны к ней вернуться понять попытаться ее понять но она вся эта алхимическая программа она принадлежит интеллектуальной активности другой цивилизации ну атлантический наверное было быть в общем будущая цивилизация наверное та которая придет уже но тогда это будет не алхимия это будет другое знаете один из известных физиков сразу что-то не могу я воспроизвести его имя вспомни скажу но задержалась цитата хорошая технология это всегда немного магия компьютерная технология немного магия так что как она будет там называться и будет она будущей магией я не думаю что алхимия которая развивалась развивалась с до исторических времен когда оказывает Блаватская в Теозовском словаре в разоблаченном изедине в втором доме там же написано что это наследие атлантов не какое там магическое а самая настоящая наука но это наука для того типа сознания но само сознание интеллект меняется так что кто и не вернемся дальше нет это понятно да это понятно но все равно без недаром Лаватская сначала дает разоблачен вези в милу где она первый пункт так прямо и пишет значит все основано на знании который заложил Платон и Завод Паранцелис три три называют потому что нам мы можем очистить свое сознание свой разум а без очищения мы дальше ничего не помним ни д д то есть тайную дактрию ни же я думала ни д д ни д понятие и т.д. в воспитательной деятельности правило вы говорите спасибо 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 фона сакральной некого сакрального облачения он появляется как ни странно и в древнем место Америки в культуре майя там именно вот так в форме трех кругов осмысливается рисунок на шкуре леопарда священного леопарда вот такой мотив там тоже есть что касается Европы то тут тоже очень богатый такой материал для возможных сопоставлений прежде всего наверное кельтах надо упомянуть еще дохристианской культуры кельтах на кельтских монетах опять же это знак трех кругов есть причем там он иногда сопутствует облазу вепря священного животного такого манифестации одного из божеств кельтских а потом уже в ранне крестьянской Ирландии невероятно интересной культурной традиции существовала можно сказать независимо от Рима долгое время самостоятельно в ней там были довольно-таки уверенные связи с восточными с Копской церкви с Востоком вот эта линия запас Восток которая для Рериха важна и вот на ней как раз выстраивается этот знак так вот в миниатюре книжной миниатюре ранее христианской Ирландии этот знак опять же встречается на одеждах святых но не только он отмечает священные животные вот изображение четырех священных животных символы евангелистов терец лев орел там он отмечает их мышцу вот как бы печать поставленная именно на мышцу на верхней части конечности вы как некая божественная печать потом уже в таком христианском искусстве до ренессанса которая в общем значительной степени может быть сохраняла традиции раннего христианства в романском готическом искусстве этот знак продолжает свое существование ну я уже не буду даже упоминать такие формы архитектурного декора трехлопастные формы потому что это уже вообще безбрежное море форм от древнерусской архитектуры до конечно романской готической но в романской готической миниатюре книжный миниатюр продолжает свое существование православная иконография его тоже знает но вот если вот в этих традициях обозначил он отмечает прежде всего одежды является действительно как бы некой печатью божественности то в православной традиции наиболее известный пример это знак трех кругов на иконах на изображение святых вот лента в иконах 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 вот насколько я беседовал с грамотными такими знающими хорошо знающими традицию историками церковного искусства и священнослужителями для того толкования этот предмет нет впрочем появляются красиво